Дамы и господа, мы находимся в апартаментах у Дейва. На улице 40 градусов по-русски, 100 градусов по-американцам. Не знаю, вы сами понимаете, считаете? Я приехал тут работать, у меня сегодня два заезда в Airbnb в городе Ауберн. Мы с Лео работаем уже два часа. Лео посмотрел целый фильм «Один дома», «Два». А я сделал Ауберн. И сейчас приедет через полчаса сюда чувак. Я еду, еду, а тут смотрю знакомые лица. Заезжает сюда Женя Козлов. Парень, который помог мне купить первый фортекс. И еще приехал из Черновцова парень. Сейчас мы его спросим, откуда, что и как. И они заселяются в апартамент по цене 96-х годов. 850 баксов. И мы сейчас туда посмотрим, как все это выглядит. Вот эта компания, заметьте, все Тойоты. Найдите мне хоть одну американскую машину. О чем это говорит? Наш ездит на правильных машинах. Да и здесь Хонды две. Кстати, этот апартамент продается сейчас за 2.8 миллиона. Довольно красивый, приятный. Мы с Дэйом сегодня общались. Он говорит, если мы купим его вместе, здесь делаем проезд и делаем такой соединенный один апартамент комплекс. Как круто было бы. Ну, вообще, с Дэйом мы общаемся. Он очень много говорит, что все будет плохо. Экономически. Столько безрабочих людей. Это на Америку отразится очень сильно. Поэтому можно быть очень внимательным, осторожным. Не рыпаться сильно. Но при этом все, займ взять на 30 лет, который заморозится на 2, на 10 лет. Это тоже хорошая вещь, потому что инфляция может сожрать все. Ну, то есть, вот такая вот картина. Иди сюда. Пока они там снимаются, расскажи в двух словах, как давно в Америке? А, год в Америке. Почти год. Через месяц год. Поздравляю. Спасибо. Ты всегда решил заехать? Конечно. Почему? Ты же в семье приехал? Ты можешь продолжать семью жить? Я сам приехал. А, сам? А мне показалось, семью. По какому статусу? Беженец. По какому беженству? Религиозному. Поправка Люттенберга? Я думаю, да. Ну, это как большинство людей приехало сюда в Америку в 90-х годах? Да. А что ты так опоздал и приехал? А, я сам подал документы. Получается, бабушка подала документы. И через 4 года, да, почти 5 лет делались документы, и сюда приехал вот год назад. Как тебе чувствуешься здесь? Здесь жарко. Да. Ну, там ты отучился, уже была какая-то перспектива, профессия, что-то? Да, у меня там... Я там работал на телевидении, подрабатывал. В каком городе? Чернадцать. Класс. Был там много раз. У тебя же здесь куча родственников, наверное, да? Да, родственников детей. Не то слово. И что ты здесь за год уже понял, увидел, решил? Понял, что американская жизнь тяжелая жизнь. Нет, надо реально пахать, чтобы жить. Но здесь, если ты пашешь, ты живешь, а не выживаешь. Ты уже работаешь где-то? Это университет на колеса. Это университет на колеса. Это правда. Скажи, что ты где-то уже побывал, что тебе нравится, не нравится в Штатах? Побывал в городах в Лос-Анджелесе. Вчера у тебя на ютубе вышел ролик, я смотрел. Да, у меня вышел ролик вчера на ютубе. Спонтанная поездка в Лос-Анджелесе. Спонтанная. Я люблю спонтанно куда-то ездить. Это круто. Был в Л.А., был в Миннеаполисе. Заходим в тенек. Штаты проезжал с Миннесоты в Калифорнию. Я машину свою сам менял. И вот все штаты объехали по пути. Короче, сюда ты заселяешься сам. 850 тебе это по карману? Конечно, да. Ты сравнил другие цены? Вдруг дешевле есть, лучше? Есть. За самую цену, но туда надо ждать по 2 года, по 3 года. Это в Роклине. Круто. Район крутой. Не хочется туда попасть, но мне надо дождаться. Мне надо свое личное пространство и уже. То есть ты год где-то прожил у родственников? Да, я у Нади прожил. А, у Нади? Так это человек-легенда. Да. Надя. Кто знает помощь иммигрантам, это все из-за нее. Надя и ее команда, СОЛ. Все началось с ним. Так вот, давайте посмотрим, как это выглядит. Какие люди живут здесь в последние 3 года? 2. 2. И я помню, что это было... И я помню, что это было не вероятно. Не вероятно. Не вероятно. Так что, сколько людей, которые у вас возникли проблем, которые не платили, или вы должны избегать, в твоей истории, в твоей истории? В твоей истории? Я видел довольно много. Я видел довольно много. У них много иммигрантов? Нет. 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 Это рейбер американский. Нет. И рейбер американский. Ага. Кстати, надо покрасить. Кондиционер не центральный. Так, я пойду проверю, как у меня гостиница. Тут вдруг мне уже гость пришел, я еще не готов. Как я потерял? Я, короче, у Дейба снимаю три квартиры, переснимаю, почти сон, Ольга. Пересдаю, переснимаю. И одна женщина заселилась, она сначала у меня жила на улице эмигрантов чуть-чуть, медсестра путешествующая. Потом переехала ко мне, сюда, и я ей просто дал заселиться без депозита, просто дал шанс, она живет, все-все-все. Потом какой-то у него бойфренд приехал, такой курящий, безрабочий, афроамериканец. Она тоже афроамериканец. Короче, они живут там, курят траву, я об этом не знаю. А что самое обидное, я в это время уехал в Италию, в Испанию, ну, два месяца, что ли, ну, короче, надолго. И потом узнаю, а я Дейгу сплачу на автомате, у меня там каждый день с ним, каждый месяц снимается, Дейгу отправлять. Узнаю, я из, даже не, от кого-то узнал, что там апартин пустует, а я сплачу за него. И я говорю, блин, а что ты мне не сообщила? Она меня просто кинула, взяла, кинула и уехала. И убитый, апартин был внутри, прям прокуренный, карпит сожженный. В общем, я Дейгу сказал, ну да, это моя вина. Так что, да, забирай депозит мой, забирай мой месяц. И женщина уехала. Я получил свой такой урок. Поэтому пусть Бог простит и накажет. Это такая фраза, некоторые обиделись, когда я сказал на дедушку, который меня послал американец. Это ирония. Поэтому пусть ее Бог просто простит. А накажет, это такая ирония, я думаю, объяснять не надо людям. Я хочу отметить, что апартинт Дейва никогда почти не свободен, там всегда загружено. А тут мне Андрей паровоз звонит, есть апартинт, за такую цену. Я говорю, ну сейчас будем искать. И нашелся, правильный человек, правильное мере место, я рад. Это правда? Да, да. Будь здоровым, возьмите деньги. Все, когда мы встречаемся с Дейвом, у нас получается такой менторшип встречи. Он нас учит и Жека назначил встречу с Дейвом с нами на обед. Да, я выставляю. Успехов. Спасибо. Пойдем на неделю. Спасибо. А если я буду встречаться с Дейвом, я не смогу установить фасет или санк. Да. Просто скажу ему, что я приезжаю в ночи, если хочешь. Я сказал ему, что если хочешь, я могу приезжать, вместо того, чтобы ты уже говорил мне, что делать. Ты не хорошо, но я не знаю. Тим, что ты говоришь по поводу квартиры? Пытная квартира. Почему? Почему? Сейчас зашел, она чистая, еще сказал Дейв, что он еще сделает маленький ремонт, и оно будет за эти деньги, и это просто... Когда ты будешь заезжать? В понедельник вечером. Так быстро, красава, ну добро пожаловать в комьюнити, такое мини-микро-эмигрантское комьюнити. Здесь много людей. Начинал. Начинал. Я вот знакомился с Андреем. А, уже паровоз Андрей? Да, да, да. Крутой музыкальный продюсер из Москвы. Привет тебе. Он тоже такой приятный и общительный. Очень, да. Поэтому он был там крутым. И здесь тоже. Скажи на совет людям, иммигрантам, которые собираются ехать, ты прожил год. Что ты можешь сказать? Не надо слишком много... слишком много мечтать, я так скажу. Что-то будет очень легко, все. Начать тяжело. Вот здесь. Но самое главное не сдаваться. Идти дальше вперед. И рядом всегда есть люди, которые помогут. Особенно, если у тебя родственники Тофаны. Особенно, если у тебя родственники Тофаны, да. Это понятно, да. Ну и даже если нет родственников... Вот твои родственники, кстати, они красавцы тем, что они людей, не знающих, в первый раз видящих, помогают как своим родственникам. И вот это вот красота. Я думаю, ты уже в этой команде участвуешь, поэтому welcome. Все. Добро пожаловать и увидимся на твоем канале. Ссылка в описании. О, спасибо. Все. Леон, погнали. Ребят, это был Lopartner Today во внезапной встрече. Я тут в поте лица работаю, а тут заселяются классные люди. Я очень рад за него. Потому что на эту квартиру претендовали другие семьи. Дэйв не особо сторонник, чтобы жили с много детьми, а он такой одиноких пенсионеров. Маленькие семьи welcome. Леон, погнали. Немного чувствую себя плохо, потому что человек приехал, а я еще не закончил работать из-за этого видео. И я его как бы подставил. Ну, мы договорились, все нормально. Он счастлив, я счастлив. Я рад, что Airbnb я все заселил на долго срок. И больше не буду заезжать делать эту работу. А скучаем мы за Юлей, которая уехала во Флориду. Раньше она прекрасно справлялась, а теперь мне приходится. Это как это психологически тяжело. Но с другой стороны, когда ты любишь работать, это получается. Всех вдохновляю на трудолюбие, на успех и развитие. Пока, Лео. Поможешь всем пока? Пока, пока. Ну, ты в лицо даже не смотришь. Леон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока.